Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о конспектировании. Но я не буду вам рассказывать, как подбирать ручки, какие лучшие тетради. Я хочу поделиться с вами результатами исследований, множества исследований, которые помогут сделать ваш конспект помощником в учебе или в чем-либо, а не просто какой-то стенографии лекций. И хочу начать с небольшой отсебятины, с небольшого советика, которые я усвоила еще в школе. Когда вы пишете лекцию или слушаете презентацию, обязательно подчеркивайте, выписывайте или как-то выделяйте то, что вам непонятно, те понятия, те слова, все что угодно. Обязательно выделяйте и обязательно потом узнавайте, что они значат, разъясняйте, чтобы вы понимали, что вы учите. Потому что если вы этого не сделаете, непонятных слов, фраз и каких-то кусочков будет все больше и больше, это будет нарастать как снежный ком. А еще проблема в том, что наш мозг не запоминает вещи, которые мы не понимаем. А теперь хочу поделиться такой новостью, достаточно страшной. А страшно, наверное, потому что это все-таки правда, потому что это подтверждено исследованиями и фактами. В общем, это все, к сожалению, правда. А дело в том, что чем больше мы пишем во время лекции, во время того, как мы слушаем, тем меньше мы запоминаем и вообще улавливаем суть. И да, это проблема, но я вам расскажу чуть дальше, как это решить. Здесь вам пригодится способность к анализу и группированию. А все дело в том, что анализируя все, что вы слушаете, вы можете выделить главное и записать именно максимально информативно, но минимально. И эту способность можно развить в себе, и это очень хорошо помогает структурировать ваши знания. А как только ваши знания структурированы, они вплетаются в большую структуру, это помогает им быть более активными. То есть вы можете им потом спокойно пользоваться, потому что отдельные знания очень сложно запоминаются нашим мозгом. И моя любимая многозадачность. Да, возможно, еще есть и невозможно, а есть очень много адептов этой культуры. Мне кажется, что это целая секта людей, которые верят, что можно делать тысячи дел одновременно. И это будет как бы полезно, и вы завершите это в тысячу раз быстрее. Но все дело в том, что наш мозг не может делать одновременно несколько дел. Мы на самом деле переключаемся между делами. И если эти переключения идут каждые несколько секунд, то есть вы пописали, почитали, послушали, услышали соседку и так далее, то ваш мозг постоянно переключается. Мало того, что вы изматываетесь очень сильно, но и результаты каждого из действий ухудшаются на 34%. То есть я веду к чему? К тому, что слушать, писать и читать – это три задачи. Это не одновременно. То есть когда вы на лекции слушаете лектора, пытаетесь что-то записывать, при этом еще листаете свой учебник, вы делаете три дела одновременно. И, как я уже сказала, производительность всех трех дел очень падает. И здесь придется как бы решить, что именно вы будете делать. Вы будете либо писать, либо слушать, либо читать. Если вы разделяете эти понятия, эти дела, то производительность гораздо улучшится всех трех дел. Далее, все мы привыкли к тому, что вы садитесь на лекции и пишете линейный конспект. Ну вот просто в строчечку записываете все, что вы там слышите. Или когда там садитесь разбирать учебник, вы тоже прочитали, и просто записываете выделенные кусочки, которые вы решили, что они очень важны. А что делать, если бывают такие вещи, которые невозможно линейно записать? Меняйте свой конспект. Меняйте линейность, добавляйте схемы, рисунки, какие-то ментальные карты, все что угодно. Старайтесь выйти за рамки вот этой линейности и допустить, что бывают другие виды конспектов, что если вам удобнее писать какими-то схемами, и зарисовывать какие-то вещи, в этом нет ничего плохого, в этом нет ничего крамольного, что вы предаете какую-то текту ининного письма и так далее. И, кстати, я не зря упомянула ментальные карты, потому что я их очень люблю. Я считаю, что они очень полезны, очень помогают как раз-таки учиться такому анализу, структурированию, потому что это и есть один из методов структурирования информации, потому что вы берете что-то заглавное и начинаете вокруг этого выстраивать структуру информации, соединяя какими-то логичными соединениями и так далее. Но когда вы впервые слушаете о чем-то, или слышите, или читаете, я не советую составлять ментальную карту, потому что, чтобы ее составить, нужно знать о чем-то уже в общем, то есть видеть общую картину, потому что, чтобы создать ментальную карту, вы, по крайней мере, должны понимать, что должно быть в середине, что является истоком всего того, о чем вы пишете или изучаете. А также хочу рассказать о том, что очень полезно делать заметки после того, как вы прослушали лекцию, презентацию, презентацию, все что угодно. Вот после того, как вы что-то прослушали, очень полезно записать какие-то свои мысли, что вы помните, что у вас задело, что вам было непонятно и так далее. И стоит помнить о том, что в течение 20 минут забывается 40% информации, а в течение дня уже все 70%. Так что делать эти заметки лучше всего сразу после какого-то вот этого события, о котором вы хотите написать. И возвращаясь к изображениям, почему я так часто говорю о том, что можно делать зарисовки и как-то помогать себе именно вот этим видом деятельности в конспектах. А все потому, что ученые утверждают, что изображение – это язык нашего мозга. То есть за счет, не за счет, а с помощью изображения наш мозг кодирует информацию и она поступает в нашу память. То есть если вы будете с помощью изображения как-то кодировать информацию, как-то вот вносить ее в вашу краткосрочную память, то есть очень большая вероятность, что она поступит в вашу долгосрочную память, потому что изображение – это язык мозга, и вы будете говорить на его языке. И напоследок я хочу дать парочку советов-фактов, которые, возможно, вам пригодятся при конспектировании. И первый фактик – всегда полезно читать материалы перед лекцией. Второе – не усольте конспект перечитыванием. Я вас очень прошу. Это пассивное перечитывание приводит только к факту узнавания текста. Вы его не запоминаете, вы его просто хорошо, ну как бы, узнаете этот текст. Освойте припоминание. Я уже об этом говорила, я оставлю где-нибудь здесь ссылку. Это гораздо эффективнее. Не тратьте свое время. Третий факт. Если мы знаем, что можем где-то найти информацию, мы ее быстрее забываем. И последний факт. Избыточное обучение гарантирует низкие баллы. Это с точки зрения непрерывного обучения, потому что всем нужны перерывы и отдых. Так что каждые 30 минут старайтесь делать себе перерыв, чтобы мозг просто переварил ту информацию, которую вы в него усиленно впихивали все эти 30 минут. И на этом все. Больше интересной информации читайте по ссылке на вебоксе. Увидимся совсем скоро. Пока-пока.